доброе утро друзья очень доброе на канале обыкновенная мечта мы из анталии конкретно сейчас мы в районе белек пересиживаем локдаун сегодня я хотел записать обзор территории обзор пляжа отеля белек beach resort в котором мы находимся потому что мы так образно вам показываем а те кто собираются реально приехать задают массу вопросов вот как только позавтракаем мы пройдемся по территории и я покажу что где ладно а сейчас конечно 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 уберем масочки масочки надо только накладывать не волнуйтесь масочках никто не ест них нельзя есть иначе рот закрыт а вот идти и брать еду в масочке обязательно и лучше перчатки одевать это и безопасность и темочка может тоже снять и в принципе никого не напрягает зато все открыто да какие семиты тут горячий хрустящий такие подают каймак и мед в сотах это самое вкусно я взяла себе йогурта чуть-чуть со злаками какими-то попробую и любимый омлетик жарят при при вас забавками меня тут грибы зелень и сыр а у меня грибы сыр и лук обжаренный здорово дорочка у тебя что дарина балуется пойдем по обозреваем пляжа к тому же 3 3 неделю скоро уезжаем дома пляж то во всей красе вам еще не показали пляжи я так понимаю в билейке насколько мы изучили информацию это еще не не просто пляж а видите как далеко от моря стоят шезлонги это еще и охранная зона для животных черепашистого вида ай какой горячий песок короче говоря не ставят шезлонги и вообще охраняют заботятся о черепахах черепашки здесь пол ползают эта зона очень большая сколько пять километров в длину ширину 5 километров ширину и 25 длину вдоль пляжа вдоль моря помочим ножки это одно посмотрим конечно можно было и почистить чуть-чуть но в общем в целом пляж ухоженный весь песочный немножко камушков которые наносят моря но заходить приятно приятно потому что песок а не очень приятно потому что вот в этой зоне водичка не такая вот лазурная так вот далеке видится до теплая все теплее теплее с каждым днем сегодня у нас середина мая а то всегда смотрю под старыми видео спрашивают на какой-то месяц но под каждом видео дата выпуска написано она примерно совпадает с дата пребывания конечно не всегда но вот сейчас среди дома и принципе уже все купать это не парное молоко которая будет в октябре в сентябре но в общем и целом вот плавать можно даже достаточно долго я сейчас тоже этим займусь как только вам обзор много разных водных развлечений сейчас на данный момент не пользуются так спросом ну вот водные мотоциклы стоят а еще я видела неоднократно как на вот этих штуках летает как они называются я не знаю я хочу попробовать только чтобы я попробовала гриша он не хочет попробовать скажи почему скажи почему не будет слушать тут определенная сноровка нужно да я видела как делать как прикольно вам бахался можно хорошенько бахнуться мне кажется не хочется тебе не было работы не ринге не джидской не джидкары которые есть очень интересно да сделано вот как виде машина я не знаю типа пойдем посмотрим спросим так а черепаха что черепаха что просто плавает а вот это евро и в долларах имеется за сколько можно убить 15 минут за 100 долларов в общем джетска и 65 долларов джидска это что джидска ну гидроцикл 65 долларов а сколько минут это в таблетка да я так понимаю таблетка same all 50 минут it's all balloons 10 минут 10 минут короче 10 минут все надувные развлекухи и стоят они получаются где-то от 10 долларов 12 12 12 долларов до ну вот такая таблетка на нескольких она летает мне кажется флай до 25 вот этого прикольно я помню как болели руки от простые таблетки спасибо а такой наверное еще и подачу парашют если вы не посмотрели парашют а парашют 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 вот здесь от одного до трех человек можно летать 161 до троем не троем 110 и вдвоем 90 ну вот для кого-то еще может быть интересно вейкборд вейкборд окна вейкборд вейкборд это не так как вы знаете это не так как вы знаете когда вы это сделали после 5 минут вы будете очень устанавливать мы идем 5 километров и мы вернем туда и мы вернем сюда и мы вернем сюда если вы скажете что я хочу больше это 10 минут вы можете осилить 10 минут то окей если нет ну типа 5 минут и достаточно но люди сильно устают особенно тех кто только поучиться а если вы уже как бы умеете подготовлены то как бы если вы не умеете на жанны то тоже можно 10 минут убиваться да спасибо вообще по инфраструктуре пляж у нас более чем устраивает одно наверное маленькое но именно именно на пляже нет бара ну вот чтоб как знаете вот прям не входя никуда взял стаканчик как это вот многие любят ну ему тоже не исключение но бар есть прямо при выходе с пляжа есть один бар он же ну снэк бар он же ресторан в котором проходят обеды и есть основной бар в котором абсолютно весь без исключения я не знаю на любого любителя алкоголь что нравится здесь это под навесом песочная беседка для детей вот они все там закапываются и в принципе даже вот сейчас такой разгар дня да там неплохо но это конечно же май у нас уже 30 градусов сейчас что будет в июле августе я не могу сказать будет ли там комфортно скорее всего в это время все равно нужно прятаться также есть горки тоже любимое детьми мероприятие и здесь же рядом для присматривающих родителей которые не хотят играть песочек ты не любишь вот есть такая классная беседка на очень большую компанию можно в одиночестве сидеть можно все вместе иногда ее тоже пытаются занять но вы знаете как это у наших туристов происходит все должно быть максимально занят по этому поводу хочу сказать что вот пока на пляже даже учитывая что везде могут места занимать у бассейна шезлонгов хватает на всех я видела их еще тонны там лежат в общем если будет не хватать видимо их вынесут поэтому рассчитана максимально на всех кстати вижу сейчас даже перед собой оборудованная зона для людей ограниченных то есть к этим шезлонгам на пляж даже можно подъехать на коляске вот прям дорожечка идет и можно расположиться все максимально удобно есть также здесь душ многомойка и туалеты не только мужской женский раздевалка но и туалет также для людей колясочников пойдем посмотрим все очень классно оборудовано сейчас видите все заставляли соседние заклеить ну вот типа рядом не мойтесь соблюдать дистанцию надо белые не носить сюда пожалуйста желтые носить желтые выдают отдельное полотенце кстати именно для пляжа с карточкой со своей приходишь берешь и каждый день их можешь заменять то есть ну попользовался на пляже отнес обратно чтобы люди не забыли за собой носить и выдают карточки вот кстати говорят туалет для инвалидов даже на пляже есть вот эта вещь где переодевать детенышей можно все есть дезинфектор обалдеть чисто даже подножка для детей чтобы они старались есть приват зоны одну из которых можно себе арендовать на день на сутки это все надо спрашивать у гастролейшн в администрации отеля и можно вот тут они положат подушечки накроют матрасики ты будешь лежать ну не знаю нам больше конечно наверное импонировали те которые мы арендовали себе такую кабиночку у моря прям там ветерочек продувается есть на пирсе спуск в море в принципе там многие любят загорать и очень здорово там провести день опять-таки все это очень близко от бара пойдем посмотрим честно говоря здесь жарковато было бы но красиво чисто для фотосессии вот тут что-то тоже мой ад наверно накрывает столы но это такие зоны вечером здесь красивый закат кстати можно и полежать и столик накрыть и вот смотрите смотрю на бар вот я такая лежу вот там море мой тляж и я такая виски блин я же не пью виски чего я побежала шампанское ахахахаха правда 100 А попить можно и на пляже, и в таких уютненьких балийских сеточках, корзиночках, я их называю, не знаю, как они называются, классные зоны, можно целой кампании посидеть, здесь тенек всегда, кстати. Это тоже территория отеля, она частично тут прикрыта сейчас, не все активити работают в локдаун, но это временно, но волейбол работает, можно поиграть в волейбол, здесь проводят также аниматоры и соревнования, или можно самостоятельно попросить мячик погонять, присыпано песочком, даже трибуны есть, вообще тут такая аккуратненькая зона, мы здесь с утра с детьми искали черепашек. Не нашли, оказывается, черепашки, не дураки, они не вот в этих кущах, они сидели в беленьких этих вип-приват-зонах. В этой зоне почему-то еще зонтиков нет, ну, наверное, потому что, в принципе, сейчас мало народу, может быть, закрыто, вот, но здесь куча следов, и мы вчера здесь встречали черепаху, и сегодня мы вот вышли, и ребята ходят по следам, ищут черепаши след, все-все-все песочком, мягенький такой песочек, туда. Ресторан находится прямо рядом с пляжиком, поэтому можно захватить с собой клубничку, арбузик, пиццу, например, а здесь кушать вкуснее, правда, Тема? А главное, что все абсолютно в тени, очень хорошие навесы, и здесь максимально прохладно, по крайней мере, сейчас. Клубничка вкусная, ее разбираются, арбузик и клубничка уже сейчас маем, что не может не радовать, и, кстати говоря, здесь именно обед можно на него не спешить, потому что работает он с 12 до целых 4 часов дня, поэтому в 12 можно перекусить, пока мы еще не особенно голодны, покупаться, а уже к 4 пойти и пообедать супчиком, ну, чем-то таким, салатиком, мясом. Какой гость у нас сегодня на пляже, 100 лир хотят за каташки, за покаташки, вонючка, девчонки катаются еле-еле, ну, это такое катание, мало удовольствия, но выглядит красиво для фото. Ну, а самое любимое место у нас, особенно для детей, это зоны у бассейна, да, там мы больше проводим время, сейчас море еще, конечно, не очень теплое, но, тем не менее, очень приятно, что есть какое-то разнообразие. Море сходить, бассейн, не поплавать, да? Нравится так? Или бассейн больше, или море? Бассейн. Туда мы сейчас и отправимся. Спасибо, что были с нами, если понравился обзор нашего пляжа, пожалуйста, лайк с вас и напишите, что понравилось, что не понравилось, собираетесь ли в Турцию. Пока-пока, до новых видео.